Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер. Вы не имеете права сдаться. Даже если вам этого хочется, я вам не позволю. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Вместо того, чтобы сдаться, вы должны подняться, расправить плечи и жить так, как этого хочет от вас Бог. Мы поговорим о дороге из ямы во дворец. Иосиф был молодым человеком, у которого была мечта. И я молюсь, чтобы у вас тоже в жизни была мечта. Отсутствие цели и устремлений делает жизнь скучной и неинтересной. Не переставайте мечтать, и не важно, сколько вам лет. Мечтайте. Для мечты нет ни малых, ни старых. И если какая-то ваша мечта разбилась, найдите себе другую мечту. Внутри нас есть потребность к чему-то стремиться. Нам нужно идти вперед к цели. Нам нужно чего-то добиваться. Очень важно, чтобы у человека была мечта и цель. У Иосифа была мечта. Он был молод, и у него была мечта. Но у него не было опыта. Он был еще незрелым, и ему предстояло многому научиться. Но Бог дал ему мечту. Иосиф видел себя руководителем. Он видел во сне, как его братья и отец поклоняются ему. Иосиф рассказал им про свой сон, что было не совсем мудро. Иногда нам нужно хранить в тайне то, каким вы представляете свое будущее. И доверьте это Богу, потому что своими силами вы многого не добьетесь. Братья Иосифа завидовали ему и ненавидели его до того, что решили от него избавиться. Давайте посмотрим Бытие, 37 главу, с 18 стиха. И когда увидели они его и издали, то прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Вы, думаю, сталкивались с такими пессимистами, которые в своей жизни ни к чему не стремятся и злятся на вас из-за того, что у вас есть мечта. Аминь. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. Дьявол постоянно пытается рыть нам яму, чтобы нас туда загнать. Это может быть яма депрессии, отчаяния, бедности, болезни или немощи. Дьявол хочет, чтобы мы не взошли на высоты, предназначенные нам Богом. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров и скажем отцу неправду. И вот Иосиф в яме. Но прочитаем Бытие 41 главу, с 38 стиха. Ситуация резко переменилась. Теперь Иосиф во дворце. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, которым был бы Дух Божий? Между ямой и тем, что мы видим сейчас, прошло много времени. Остаток служения мы будем говорить о том, что делать в середине пути. Потому что мы часто говорим о мечте и о том, как будет чудесно, когда она осуществится. Но рассмотрим середину пути, потому что многие сдаются именно здесь. Я дам вам практические советы, как преодолеть путь из ямы во дворец. Мне достаточно просто мечтать, как выбраться из ямы и попасть во дворец. Вам нужно еще знать, что делать на середине пути. И вам нужно понимать, что происходит, когда вы на середине пути. Кто из вас понимает, что вы на середине пути? И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого и понимающего, как ты. Посмотрите, какую благодать Бог дал этому молодому человеку. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, с почтением и смирением. Только престолом я буду больше тебя». «И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с печатью, с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Прекрасно. Мечта Иосифа осуществилась. А почему не всегда осуществляются мечты? Потому что люди не хотят делать того, что делал Иосиф на пути из ямы во дворец. Очень тяжело, когда вам приходится ждать дольше, чем вы думали, и когда обстоятельства труднее, чем вы полагали. И цена этому больше, чем вы себе представляли, что можете выдержать. И конца этому не видно. Но люди, которые отказались сдаваться, и вы тоже, если не сдадитесь, то придете к тому финишу, к которому стремились. Вы станете победителем. Вы станете победителем. Дьявол уже вырыл яму большинству из нас. Он сделал это для меня и, уверенно, для вас. Если вы часто смотрите мои программы и слушали мои проповеди, то знаете, что мне пришлось пройти в жизни. Я не буду об этом рассказывать в подробностях, только скажу, если вы не знаете. Мой отец меня насиловал. У моей матери не хватило решимости что-то сделать в этой ситуации, хотя она и знала обо всем происходящем. И когда с вами так обращаются, многие меня понимают. С вами поступали несправедливо. Очень тяжело с этого начинать свой путь. К вам не проявляли настоящей любви, вас отвергали. У вас полно жутких мыслей, и ваши чувства растоптаны. И нужны годы, чтобы изменить все это. Если вы, конечно, знаете, как это сделать, и вообще верите в это. Я многие годы не знала, что могу выбраться из этой ямы и когда-нибудь жить прекрасной жизнью. Я верила в лжи дьявола, но я хочу вас ободрить. Бог не смотрит на лица, и то, что Он сделал для кого-то, может сделать и для вас. Обетование Божье для всех желающих. И если вы увидели человека, который выбрался из ямы и теперь живет прекрасной жизнью, настоящей жизнью, если вы видели человека, который был в яме, а теперь во дворце, то у вас тоже есть такая возможность. У вас тоже есть такая возможность. Для вас это реально. Но вы получите повышение только после экзамена. Я стала жить по-настоящему, когда прошло много трудностей и сдала свой экзамен. Многие люди не сдают экзамена, а только плачутся. Они никогда не поднимутся выше, потому что опускают люди. Они плачут и жалуются на все, что происходит в их жизни. История про Иосифа достаточно известна. Многие знают ее, но многие и не знают. За последние два месяца я обнаружила, что на подобные конференции приходит много людей, которые совсем не знают Божьего Слова. Это жаждущие люди, которых что-то коснулось. Возможно, когда вы смотрели мою программу по телевизору, или кто-то вам рассказал, у вас промелькнула надежда, что в вашей жизни может что-то измениться, но вы не знаете Божьего Слова. Недавно на одной из конференций я спросила, кто не знает место в 61 главе Исайи, где говорится о том, что Бог дает нам красоту вместо пепла. И большая часть зала подняли руки. Поэтому я буду иметь в виду, что вы кое-чего можете не знать. Я буду говорить так, как будто вы ничего не знаете. И пусть это вас не обижает, потому что даже если вы знаете много, то здесь есть люди, которые этого не знают, особенно те, кто смотрит нас по телевизору. И если вы прямо сейчас находитесь в яме, то знайте, что Иисус – мастер по вызволению людей из ям. Он сказал, что если одна овечка упадет в яму, то он оставит 99 и пойдет вытаскивать ту, что попало в яму. И если в яме оказались только вы, то Иисус придет только ради вас и вытащит вас. Аминь. И еще знайте, что у вас должна быть мечта в жизни. Возможно, вы этого не слышали. У вас уже, может быть, много лет ничего не меняется, но вы можете начать мечтать. Вы не обязаны оставаться там, где вы сейчас. Вы можете двигаться вперед и начать жить настоящей жизнью. Но вам нужно будет через что-то пройти. Будет время, когда вам особо понадобится верность, стойкость и усердие. Вам нужно будет все вытерпеть и не сдаться. Как мы уже говорили, победа с Богом – это не поездка на эскалаторе. Это шаги веры, один за одним. Мы не все будем понимать, но послушайте, что я вам скажу, потому что это очень важно. Чтобы не происходило в вашей жизни, полагайтесь на Бога, и Он обратит любые обстоятельства вам во благо. Это удивительно. Бог не делает нам зла, и если мы доверяемся Ему, то каждую неприятную ситуацию Он делает для нас преимуществом. Кто может из плохого сделать хорошее? Только Бог. Я не знаю, как это вам объяснить, но я больше не говорю, как жаль, вот если бы меня не насиловали. Я больше так не говорю. Это вам может и непонятно, но я не жалею о том, что со мной произошло, потому что я знаю, что так или иначе Бог употребил это и помог мне стать такой, какая я сейчас, и это позволило мне помогать вам. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Что-то или кто-то, кажущийся вам сейчас злейшим врагом, однажды может превратиться в вашего лучшего друга, потому что мы растем не тогда, когда у нас все хорошо. Мы растем духовно, когда нам приходится уповать на Бога, и нам приходится уповать на Него во всем, что у нас есть. Иосиф прошел трудности. Его вытащили из ямы, и он был этому рад, но тут же его продали в рабство. Долгое время он был рабом в доме Патифара и заслужил доверие и благосклонность у своего господина. А затем жена Патифара решила его соблазнить, и тогда Иосиф честно сказал, «Нет, я не буду этого делать». Она оболгала Иосифа, и он просидел в тюрьме 13 лет за то, чего не делал. Но даже и в тюрьме он не сидел, сложа руки. Если вы мужчина или женщина Божья, то где бы вы ни находились, Бог может возвысить вас. Где бы ни находился Иосиф, он был при каком-то деле, и окружающие видели, что с ним рука Божья, и что Бог благоволит к нему. В Библии не написано, каков был настрой Иосифа, о чем он тогда думал, и как он вел себя в то время. Но из Писания видно, что он сохранял веру и оптимизм. После всего братья Иосифа пришли к нему и поклонились, потому что он был поставлен начальником и распоряжался продуктовыми запасами в Египте. А братья нуждались в еде. И все получилось как во сне, они поклонились ему и раскаялись. И он сказал им, «Это записано в Бытие 50-20. Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это мне во благо». Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей, давая им пропитание. Я и не знаю, если бы я не прошла через то, через что я прошла, стояла бы я тут перед вами. Не уверена. Это помогло мне стать такой, какая я есть. Бог не творит нам зла. И если вы уповаете на Бога, в какой бы ситуации вы сейчас ни находились, если вы страдаете, если в отчаянии, и если вам кажется, что мучение превосходит все, то не говорите, «О, как вы можете требовать, чтобы я не жаловался? Как я могу сейчас все сносить с улыбкой на лице? Я пришел сюда для другого. Я хочу услышать три чудесных секрета, как избавиться от трудностей за 24 часа». Аминь. Я пришел получить Слово от Бога, и вы его сегодня получите. Напрягите все свои силы и скажите, «Я никогда не сдамся». Дьявол, иди куда подальше, потому что я перейду из ямы во дворец, и ты меня не остановишь. Если у вас такая твердая позиция, с вами происходит нечто удивительное. Пришло время выйти из ямы. Посмотрим Захарии, 9 главу, 11 и 12 стихи. «А что до тебя, то ради Завета, со своими людьми, которые запечатлены и омыты в крови Завета, я освобожу узников твоих из сухого рва. Слава Богу, мы освобождены кровью Христа, и ни в какой яме мы не задержимся благодаря жертве Христа. Вы меня услышали? Никакая яма не сможет вас удержать. И мне очень нравится 12 стих. «Возвращайтесь на твердыню безопасную. Вы пленники надеющейся, пленники надежды. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне за твое нынешнее бесчестие». О чем тут говорится? Если вы пленник надежды... Я как-то это показывала. На сцене я поставила клетку и написала на ней надежда. Если вы пленники надежды, то вы не можете покинуть надежду. Вы всегда будете с надеждой. Вы заперты в надежде. Вы в плену надежды. Невозможно победить того, кто продолжает надеяться, что в его жизни будут изменения. Некоторые пришли сюда в печали, но уйдут в радости. Кто-то пришел сюда в печали, но уйдет отсюда в радости. Вы доверитесь Богу и будете уповать на Него, что все зло, случившееся с вами, Он обернет для вас в добро. Бог не только вернет вам то, что вы потеряли, но возместит вам вдвойне. Я называю это двойная компенсация. Аминь. Дьявол постоянно пытается сбросить нас в яму, потому что он знает, что в конце это он окажется в яме. У нас нет времени в это углубляться, но в 20 главе Откровения, в первых трех стихах, дается ясное описание того, как дьявол будет скован в бездонной яме на тысячу лет. Так что он уже на пути в эту яму. Вот почему он в ярости пытается нас тоже туда столкнуть. Дьявол в бешенстве, так как ему уготована яма. Но когда вы направляетесь из ямы во дворец, и я хочу, чтобы вы туда попали вместе со мной, и я хочу, чтобы вы победили, я не хочу, чтобы вы сдались на полпути. Не будьте таким человеком, который начинает свой путь к победе, но при первой же трудности бежит назад к стартовой линии. Не будьте человеком, который сдается, а потом начинает все сначала. Путь из ямы во дворец — это время испытаний. Это испытания нашего характера. Так мы становимся мужчинами и женщинами Божьими, которые могут представлять Бога на этой земле. В 1976 году Бог коснулся меня, и я приняла от Него слово, что я буду проповедовать Евангелие по всему миру. Но это казалось просто смешным и практически нереальным. Без Бога этого бы никогда не произошло. Как и многие, я тогда подумала, что на следующее утро у меня уже будет большое служение. Но так не случилось. У меня сначала было много лет тишины, когда была только я, Бог и моя мечта. И дьявол постоянно мне говорил, что я сошла с ума. У меня были маленькие возможности. Я пять лет вела домашнюю группу по изучению Библии, потом добавилась еще одна. Потом Бог положил меня на полку, и я целый год ничего не делала, и это было тяжело. Потом я пять лет проработала в церкви в подчинении. Потом я поняла, что Бог хочет, чтобы мы вышли и занялись служением. Пошли на север, юг, запад и восток. Тогда я уже не получала бы зарплаты от церкви. Я уповала на Бога, что Он нас пропитает. Я проводила много маленьких семинаров в местах, куда никто не хотел идти. И как замечательно стоять на этой сцене в зале, где так много людей. Это и есть мой дворец. Но на моем пути из ямы во дворец мне пришлось многое сделать, и часто быть там, где мне не очень нравилось. Я помню эти маленькие банкетные залы, которые мы должны были сначала очистить от косточек и мусора на полу, оставшиеся после ночной дискотеки, прежде чем поставить туда стулья и начать служение. Наша команда состояла из меня, Дэйва и парня, который вел прославление. Дэйв был за рулем микроавтобуса, где помещалось все наше оборудование. Он им занимался. Я проповедовала и молилась, и вела служение, а тот парень пел, играл на гитаре, на пианино и одной ногой на барабане. Настоящий человек-оркестр. Аминь. Это продолжалось многие годы. Замечательно, что сейчас у нас есть Мэтт Редман, один из самых великих исполнителей и авторов песен. Через несколько недель к нам присоединится Израэл Хоутон. На прошлой неделе с нами был Мартин Смит и многие другие. У нас была группа Jesus Culture из Калифорнии. Сейчас у нас самое лучшее прославление. Но в начале, на протяжении долгих лет, у нас был всего один парень, который играл ногой и руками. Я так от всего этого устала. Послушайте меня, я очень устала от такой жизни. Когда у вас большое видение, вы не в восторге от малого. Да. Может, у вас большие мечты. Выйти или из долгов, жениться, или увидеть изменения в своем ребенке, иметь чистоту в доме или что-то еще, и не обязательно проповедовать. Я надеюсь и молюсь Богу, чтобы вы стремились к чему-то лучшему, чем у вас есть сейчас. И на пути к исполнению вашей мечты, Бог будет давать вам маленькие лучики надежды. И этих лучиков надежды будет достаточно для нас, чтобы не сдаться и продолжать верить в невозможное, в то, что Слово Божье истинно и может исполниться для нас. Вы не можете сдаться. И вы пройдете свой экзамен. Скажу вам, что с Богом вы никогда не провалите этот экзамен. Вы просто будете его пересдавать до тех пор, пока не сдадите. И от вас зависит, сдадите вы экзамен сразу или с двухсотой попытки. Вы это поняли? Вы можете сдать его только с двухсотого раза. Если вы в настоящее время обходите одну и ту же гору снова и снова, то сейчас самое время открыть глаза и сказать себе, «Это не работает. Может, мне нужно согласиться и сделать то, что говорит мне Бог?» Кто из вас готов согласиться с Богом, и сделать то, что Он говорит? Ведь Бог не изменит своего решения. Думаю, вы слышали историю про осла, который упал в яму, а его хозяин посмотрел на него вниз и сказал, «Это уже старый осел, а яма слишком глубокая, и достать его оттуда будет совсем непросто. Так как осел стар, то я попрошу друзей и соседей, чтобы они засыпали его в этой яме и похоронили его там». Он позвал друзей, и они стали кидать землю в яму прямо на бедного осла. Поначалу он стал жалобно кричать. Я не знаю, как это было. Но, думаю, очень громко. Это было громко и ужасно. После нескольких лопат осел замолчал. Все подумали, «Возможно, осел уже сдох». Но они не знали, не могли себе представить даже, что происходило. Каждый комок земли, который попадал ему на спину, он отряхивал и вставал на него. Да! В яму снова летела земля, и осел снова ее стряхивал и становился сверху. Он делал это много раз, отказываясь сдаваться. И скоро в яме было достаточно земли, чтобы ему выбраться из нее. Я не знаю, что вы делаете в вашей яме с землей, которая летит на вас сверху. Я же решил остановиться на нее, чтобы потом выбраться наверх и направиться во дворец. И хочу, чтобы вы делали то же самое. Слава Богу! Время от времени мы все испытываем уныние и желание сдаться. И если вы чувствуете это сейчас, то знаете, Бог всегда верен. Римлянам 8,28 здесь сказано, что Бог может использовать во благо любую вашу ситуацию. Одного хочет от вас Бог, чтобы вы никогда не сдавались. Я часто говорю, что это одна из моих сильных сторон. Было много того, чего я не понимала. И было так тяжело, что я думала, не выдержу. Но я решила никогда не сдаваться. Знаете ли вы о том, какой невероятной силой обладает молитва? А ведь между тем мы можем молиться всегда и везде. Даже мысль, обращенная к Богу, тоже молитва. Молитва — это величайшее таинство. Это способ общения с самим Создателем. Соединяясь с Богом в молитве, мы получаем от Него мудрость, утешение, наставление и силу, необходимую для достижения успеха. Если вы хотите получить от нас подарок книгу Джойс Майер «Молитва, изменяющая жизнь», свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Субтитры создавал DimaTorzok «Молитва, изменяющая жизнь» То, что происходит позади меня, поистине замечательно. Вот уже готова еда. Это ужин для детей, живущих в этом городе. Мы ее раздаем, когда они выходят из школьного автобуса. У большинства этих детей есть душевные раны. Многие из них не уверены, будет ли у них дома ужин или нет. В этом районе 97% детей получают бесплатную еду. Мы рады, что вместе с этим питанием мы можем подарить им и частицу любви Христа. Мы даем еду, когда они только выходят из автобуса. Так что они уже уверены, что им будет что поесть. Они теперь спокойны. У них будет ужин. Это питательная еда. Мы очень рады возможности помочь голодным детям и их семьям, которые стараются как-то выжить. Все вместе, с Божьей помощью, мы можем помогать им. Спасибо, что вы участвуете в этом. Субтитры создавал DimaTorzok джойсмайер.ру Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmair.ru Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям. Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер.